МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год на нашей планете учёные открывают что-нибудь новое. Новые виды растений, животных, новые природные явления. Но ведь и человеческий мозг – это, на самом деле, отдельная планета, хранящая множество нераскрытых тайн. И вот сегодня мы немного приблизимся к удивительным открытиям. А помогут нам они – удивительные люди! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем вас на шоу «Удивительные люди». Восемь участников этого выпуска уже готовы выйти на сцену, чтобы продемонстрировать свои поразительные способности. Но только один из них окажется в финале, где сможет побороться за кубок проекта и главный приз – 5 миллионов рублей. Победители сегодня, как и всегда, определят зрители. А помогут им в этом наши звёздные гости. Чтобы найти скрытые таланты, нужно постоянно пробовать что-то новое и экспериментировать. А он обожает эксперименты. Певец, актёр, шоумен, музыкант, телеведущий и экспериментатор – Александр Пушной. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте, 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 здрасте. Наверное, каждый может объяснить, что такое грусть, радость или удивление. А он может выразить эти эмоции в своём искусстве, в танце. Хореограф, телеведущий и блестящий артист Евгений Попунаишвили. АПЛОДИСМЕНТЫ Среднестатистический человек за всю жизнь тратит на спорт всего полтора года. Она же назанималась на девять жизней вперёд. Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. АПЛОДИСМЕНТЫ Он не сможет, вероятно, объяснить, как работает ядерный реактор. Зато точно сможет объяснить, как работает мозг, который его придумал. Наш главный эксперт, профессор, кандидат биологических наук, ведущий исследователь Института когнитивных нейронаук Василий Ключарёв. АПЛОДИСМЕНТЫ И наши участники уже готовы пройти непростые испытания, чтобы доказать, что они удивительные люди. Встречаем нашего первого героя. Некоторые виды бабочек во время миграции перелетают океан. Она прилетела в Москву, чтобы рассказать нам ещё больше удивительных фактов о чешуе крылых. Встречайте, юный эксперт по бабочкам Арина Киселёва из Кирова. Всем здравствуйте. Меня зовут Арина Киселёва. Я из города Киров. Я посетила первый раз в 2021 году дом бабочек. Мне очень понравилось. Потом меня заинтересовали бабочки. Я захотела узнать, как они называются. И в каких условиях их выращивают. Я начала смотреть информацию и выяснила, что их можно также выращивать и дома. Я выращиваю дома бабочек. И вот они все такие разные. Каждая по-своему красивая. У каждой свой размах крыльев, размеры. Никогда не встретить бабочку с точностью до миллиметра в размахе крыльев. Я, когда вырасту, хочу изучать бабочек, открывать новые виды, описывать их. И разгадать процесс метаморфоза, над чем до сих пор работают еще. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Арина. Здравствуйте. Привет. Вы совершенно замечательно выглядите. И я смотрю, ваш интерес к бабочкам вообще во всем отражается. В том числе и в вашем облике. Давно ли вы интересуетесь этими удивительными созданиями? Моим бабочкам уже год. Еще с детского сада занимаюсь ими. Ого. Возможно ли определить бабочку по узору на крыле или интересному факту о ней? Вот это мы сейчас вместе с Ариной Киселевой и проверим. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, прежде чем сформулировать задание, один вопрос, ответ на который Арина-то знает точно. Но вот вы же, наверное, помните, как называется ученый этого профиля? Тот, кто изучает чешуи крылых. Бабочковед? Орнитолог? Мамочка-люб. Василий Андреевич. Антомолог? Все-таки пусть Арина скажет это красивое слово сама. Липидоптеролог. Липидоптеролог, дорогие друзья. И мы приглашаем нашего липидоптеролога занять почетное место в кресле. А с липидами это как-то связано? С теми, которые у нас в крови? Связано. Они чешуйками у нас в крови присутствуют. Бляшечками. Поэтому, собственно, они... Серьезно? Таким образом это все и звучит. На экране появятся ячейки с разными вопросами про бабочек. А наши эксперты будут открывать их, эти ячейки, по одной. В свою очередь, Арина должна постараться ответить на каждый из вопросов, которые в ячейках. Прошу вас, выбирайте. Ну, давайте откроем бабочку под номером 10. Какая ночная бабочка считается крупнейшей по размаху крыльев? Тизания Агриппина. Размах крыльев 25-31 сантиметр. Ого! Это птичка такая, прямо скажем, да. Абсолютно правильно. Кто теперь открывает ячейку? Номер 11. Четыре разных половинки крыла. Видимо, нужно назвать все четыре по именам. Ага. Арина, как вы? Правое верхнее крыло – это крыло бабочки Морфа Тесеида. И уже правильно. Это все, конечно, звучит как музыка. Под ней крыло бабочки Калига Белтрау. Верно. Левое верхнее крыло – бабочки Морфа Пеллиида. Ага. Голубая Морфа Пеллиида. Правильно, она и есть голубая. Под ней – голубое крыло, бабочки Голубянки и Кар. Все четыре ответа были абсолютно правильными. Мне кажется, такие красивые создания бабочки, но вот тот, кто придумывал название... Очень их любил. Халтурил, наоборот, просто... Владимир Андреевич, ваш ход. Цифра 5. Вот спрашивают, какую бабочку одомашнили в Китае пять тысяч лет назад. Называется Тутовы шелкопрят. Одомашнили для производства шелка. А ведь верно, друзья. А как они это поняли, что она домашняя? На это есть легенда. Так. Ну, то есть в Китае императрица, ей в кружку, когда она в саду пила чай, упал вот этот кокон, и она обнаружила нить. И подумала, что ей можно сделать из нее что-нибудь красивое. Вот так вот и поняли, что из этих коконов можно делать нить. Ага. А из нити ткать шелк. Я, наверное, сделаю симметричный ход. 25. В чем уникальность бабочки ацетозии? Считается самая маленькая бабочка в мире. Размах крыльев 2 миллиметра. 2 миллиметра? Это во взрослом состоянии, да? Она точно бабочка? Бабочка. Извините, может быть, глупый вопрос. А бабочки, они тоже мальчики и девочки? Да, у них тоже есть пол. Можно отличать по рисункам покрыльев. И еще ночных бабочек можно отличить мальчик-девочка по усикам. А усики у кого? То есть у ночных бабочек, у них такие как перышки. У самцов они более пушистые, потому что самки, они сидят и выделяют феромоны, которые чуют самец. И вот он этими усиками улавливает запахи и находит самку. Но у самки тоже есть усики, правильно? Ну да. Правда, они поменьше, менее пушистые. Давайте 14. Так, это тоже 4 разных крыла. Вернее, полукрылья. Нет, это... Или 2, кстати. Это справа одна бабочка, слева одна. Бабочка справа называется боярышница. Очень любят сирень. Иногда даже нашествие случаются бабочек на растениях. Боярышница, абсолютно верно. Слева находятся крылья бабочки, которые называются зорька или аврора. Ее гусеницы могут съесть друг друга при встрече. О как! АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте попробуем 39. Какая из бабочек может пролететь тысячу километров без остановок? Данаида Монарх. Она в период миграции пролетает расстояние до 5000 километров, останавливаясь только на сон и еду. АПЛОДИСМЕНТЫ Данаида Монарх. Василий Андреевич? Давайте 44-ю бабочку. А это что-то совсем невероятно. Наверху одна бабочка и внизу одна бабочка. Я прав? Внизу две. О-о-о. Верхняя бабочка называется голубянка Орион. Названа так по имени греческого поэта и музыканта. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, а снизу? Внизу левое крыло бабочки Аполлон. Аполлон обыкновенный. А правое крыло внизу от бабочки Юнония Орифея. Юнония Орифея. Потрясающе. Аполлон назван в честь Аполлона, бога красоты, сына Девса и Лета. Ну, Юнония Орифея, у нее крылья с такими примерно равными глазчатыми пятнами. Она очень красиво переливается. Давайте мой последний ход. Номер 36. Какая бабочка считается рекордсменом по обонянию? Императорский мотылёк способный различать запахи на расстоянии 11 километров. Да ну, правда? Императорский мотылёк? А вот в чем дело, феромоны. Мой рекорд 4,5 километра. Нет, это когда мы с Женькой голодные, мы можем беляшу чуять за 18 километров. Слушайте, ну браво, Арина, молодец. Давайте мы попросим этот трон, трон знатока липидофтеролога, к людям повернуть. И Арину за все данные ответы, безусловно, мы должны поблагодарить. Молодец! 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 Арина, вы блестяще прошли испытания. Поздравляем! Браво! Вот если бы я был хищником, и жил бы в лесу, и жрал бы бабочек, мне нужно было бы знать, чем одна бабочка от другой отличается визуально. То есть я бы смог запомнить, что вот эту бабочку есть не надо, а эту надо. Для мозга даже не человеческого задача выполнимая. Но здесь же есть абсолютно, как мне кажется, нелогичное сочетание изображения бабочки и названия бабочки. Ну вот она с синим крылом, с красным пятном. Назвали бы ее синекрылое краснопятное. Ну логично же, да? А названия, которые не связаны никак. И вот этот маленький мозг человеческий, все это, а, запомнил, б, как-то систематизировал. И что самое удивительное, я уверен, запомнил не просто так, на всю жизнь. Потому что то, что учится в детстве, будет, соответственно, храниться всю свою жизнь. При этом это только маленькая часть ее возможностей. Вот это меня удивляет. Евгений. Я такой момент отметил, что максимальная уверенность. В этом как раз такая невероятная крутость, когда ты в такой сложной теме, с такими сложными терминами так легко справляешься. Ну вот как бы невзначай. Это прям здорово. Спасибо тебе большое за то, что сегодня с нами поделилась своим умением, своими знаниями. И всего тебе самого хорошего. Спасибо. Евгений Папунаешвили. Наталья. Кока у Ариночки дома бабочек. Да. Очень много видов. Больше 20. Ого. Видов. Но я думаю, что мы экземпляры даже и сосчитать не сможем. Я их не считала за последнее время. А кошка есть дома? Есть. А как они могут сочетаться, кошка и бабочка? Она же их переловит всех. Бабочка модель отдельную комнату. Ох, ничего себе. Ого. Ты удивительный человек. Молодец. Спасибо. Василий Андреевич. Арина, это было великолепно, очень красиво. И я хотел тебя спросить. У нас выступают иногда участники, которые пользуются специальными техниками, чтобы запомнить информацию. Ты как запоминаешь? Ну, техникой я особо не пользовалась. Я просто очень много читала вот о тех бабочках. Просто много раз повторяла. Здорово. Это память. Арина Киселева. Вы абсолютно удивительный человек. А в финале сегодняшней программы непременно снова встретимся. Арина Киселева. Молодец. Молодец. Ариночка, умница. А вот кто-нибудь в зале запомнил хоть одно название? Аполлон Обыкновенный. Аполлон Обыкновенный, это ты. Так. Понятно. А вот то, что вот сложные какие-то, вот хоть одно. Агриппину я запомнил, но только до половины. То есть мы увидели это все, мы даже через минуту не можем повторить то, что видели. Представляете? Сможет ли Арина взлететь на сегодняшний пьедестал и занять там место в финале? Это мы узнаем в конце выпуска. Проект «Удивительные люди» продолжается, а мы продолжаем удивляться. Друзья, скажу вам по секрету, наш следующий участник красив статен и обладает невероятными способностями. Он абсолютно точно услышал этот комплимент, поскольку у него уникальный слух. Встречаем Сергея Полиничко. Меня зовут Сергей Полиничко, я из Санкт-Петербурга и я руководитель Российского рогового оркестра. Я начал заниматься музыкой достаточно поздно, в 14 лет. Но это была любовь с первого звука к инструменту, который называется волторна. И свое первое образование высшее я получил в Санкт-Петербурге в консерватории как волторнист. Уже дальше, после того, как мы организовали Российский роговой оркестр, я стал заниматься, брать уроки как дирижер, мастер-классы посещать. И уже после этого принял решение о том, что мне надо снова поступить в консерваторию и окончить уже оперно-симфоническое дирижирование отделения. Как дирижер выступают достаточно много. Более 150-170 концертов в год. И мы решили участвовать в проекте «Удивительные люди», чтобы показать, что в 21 веке мы смогли возродить жанр роговой музыки. Здравствуйте! Это тот самый случай, когда я обязан добавить маэстро Сергея Полиничко. Благодарю. Известного петербургского дирижера, создателя и руководителя абсолютно уникального коллектива, который также присутствует в нашей студии. Это российский роговой оркестр. Оркестр, в котором один инструмент – это одна нота, чего не бывает нигде и никогда. Но вот что касается уникальности слуха дирижерского, мы знаем, что этому, конечно, учат, но вот до какой степени, мыслимый или немыслимый, все это можно развить? Дело в том, что мне повезло. У меня природный абсолютный слух. Поэтому меня в детстве никто не мучил. И у меня все происходило совершенно естественно. Вот я такой от природы. Но вы правы абсолютно в том, что специальными техниками развивают подобные навыки. Теперь к делу. Можно ли определить произведение музыкальное по одной лишь строчке в портитуре, по партии только одного инструмента? Сделаем это вместе с Сергеем Полиничко. Мы попросим каждого из вас выбрать сначала одну папку наугад. Вон их там 16 разных. А потом в ней, неважно, понимая или не понимая, что там написано, отметить определенное количество строчек по горизонтали и тактов по вертикали. Ну, это фактически как кроссворд. Дальше мы услышим сначала вами отмеченные голоса. Это будут три, потом два, а потом один инструмент. Из всех, которые там описаны. А маэстро должен будет определить, что это за музыка. В каждом из трех случаев. Я начну тогда, да, если вы не против? Но нам не удастся обойтись без дирижерского участия и на этапе испытаний, поскольку никто не может быть судьей в своем собственном деле. Мы приглашаем сюда еще одного дирижера. Маэстро Алексея Тучкова, дирижера Московского оркестра «Сириус». Именно он будет руководить исполнением тех фрагментов, что выберут наши уважаемые эксперты. Маэстро Алексей Тучков. Номера строчек не говорить, да? Просто подчеркнуть и отдать ребятам? Хорошо. Вот с этого такта и до конца. Интересно, как это будет звучать. Таким образом, Александр Пушной отметил три строчки, а каждая строчка соответствует инструменту, вернее, человеку, в распоряжении которого находится несколько музыкальных инструментов. В роговом оркестре такая ситуация. Итак, слушаем. Такое ощущение, что кто-то просто сел на подушку, которая, знаете, ну, немножко дудит. Это Луидж Денса, фуникули, фуникуля. Неправда. Давайте проверим. У нас есть источник всех знаний в этой программе. Да. А кроме того, у нас есть Александр Пушной, который подтверждает. Фуникули, фуникуля. Тут, может быть, важно пояснить, для того, чтобы уважаемой публике и зрителям было более ясно. Дело в том, что один музыкант в роговом оркестре играет только одну ноту. Поэтому вы, когда слушали предыдущее исполнение трех человек, вы не могли услышать никакую музыку. Только во взаимодействии всего оркестра, всего коллектива. Но так к ноте складывается музыка, и вы можете услышать уже художественное произведение. Да, и вот теперь, я думаю, уже как раз тот момент, когда Сергей Полиничко под собственным управлением может это услышать в полной партитуре. КОНЕЦ Браво! Сергей Полиничко, российский роговой оркестр. Вот теперь задание усложняется, то есть количество отмеченных нотных знаков уменьшается. И два любых голоса. Ого! Вряд ли вы справитесь. Такое количество нот здесь. Черная икра? Вообще черная. Давайте вот это возьмем. Такое ощущение, что делаешь заказ. Вот это, да. Это брокколи. Все, повнимательнее, ладно? Давайте. Этого в нотах нет. Я предполагаю, что это... Ария. Я Ганн Себастьян Бах. Внимание на экран. Правильный ответ сейчас вспыхнет. Друзья, это действительно баховская ария, знаменитая из третьей оркестровой сюиты. Давайте послушаем. Ария. 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 Субтитры делал DimaTorzok Самая Ария Баха Великолепная соло Кирилла Солдатова И российский роговой оркестр Под управлением маэстро Сергея Полиничка Наташа, мне кажется, сейчас уже Ваша интуиция здесь будет незаменима Так Я выбрала Наталья Королева Дельфины И русалка Нет, это уже две строчки Я хочу линейку выбрать Давайте вот так вот Поехали, ребята Линейку придется сообщить Только тому, кто эту линейку играет Иначе мы не услышим ничего Сейчас запутаем вас Это азбука Морзе Да не, ну поэтому вообще ничего невозможно определить Ну хорош Ну просто Ну как можно определить, что за произведение Ну что это? Вот сейчас мы и узнаем, как это можно определить Маэстро Ну на самом деле у меня нет сомнений, что это болеро Давайте посмотрим на партитуру, Наташ Ну да, во-первых, там сразу должно быть написано Ну Ну что, болеро Обалдеть Неужели? Это то, что вы заказывали, Наталья Повеселее КОНЕЦ 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 Класс Здорово! Браво, маэстро Сергей Полегичко Который абсолютно точно все определил И блестяще прошел Это действительно уникальное испытание Браво! Поздравляем! Браво! И маэстро, и, конечно, бурные аплодисменты Российскому роговому оркестру Благодарю Маэстро Алексея Тучкова мы также особо благодарим Я впечатлен Вы все большие молодцы Спасибо вам большое Вообще, я искренне считаю профессию, вот как дирижера Одной из самых красивых в мире Вообще, моя мечта когда-нибудь просто попробовать Хотя, вот вряд ли она осуществится Потому что это надо прям уметь Мы осуществляем мечту сегодня Предложим? Да ладно, можно? Обязательно Давай, Жень, огонь! Все, давай Вообще, на бис же надо Давайте тогда на бис с новым дирижером попробуем Я максимально с уважением Это можно сделать? Это я никого не обижу? Это происходит здесь с вами Спасибо вам большое Я пробую сейчас прям осуществление мечты Дирижирование с инструктором Класс! Это правда? Правда? Да! 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 Евгений Попунаишвили. Благодарю вас. Дирижерский дебют за пультом Российского Рогового Оркестра. Я впервые видел лизгинку под болеро. Правда? Ты делал вот так вот, ты делал лизгинку. Я искренне хочу вам сказать спасибо. На самом деле, даже на это не надеялся. Я этот момент запомню на всю жизнь. Правда, спасибо вам большое. Я тебе больше скажу, Жень, этот момент, когда ты кидался на ребят с трубами, запомнят и они на всю жизнь. Потому что ты же говорил им, играй, играй, играй. Спасибо вам большое. Это было круто. Вы удивительный человек. Спасибо вам. Я хотел бы сказать, что это еще и потому, что я окружен удивительными людьми, которые сегодня здесь были со мной. Провожаем Российский Роговой Оркестр бурными аплодисментами наших уважаемых зрителей. Впервые в жизни для меня одно играл Роговой Оркестр для Рогозина и Натальи. Поэтому я восхищаюсь вами. У меня слуха нет, но у меня есть чутье. Вы будете в финале. Вы удивительный человек. Мне очень понравилось все. У меня вопрос к Василию Андреевичу. Люди, которые обладают абсолютным слухом, это работа мозга, это уникальная история? Сколько таких людей вообще в мире? Один на десять тысяч, один на тысячу человек. Это довольно редкое событие. И, судя по всему, это действительно происходит в мозге. И у нас есть слуховая кора, где-то в наших висках, которые по-другому работают у людей с абсолютным слухом. И в этом смысле перед нами уникальный мозг. Ну, вы слышите как бы эти отдельные ноты, и по ним понимаете, что это бах? Или вы достраиваете мелодию? Я достраиваю. Достраиваю. То есть вы в итоге можете услышать всю мелодию? Даже как Болеров, он играл только одну ноту до, я между ними проиграл всю остальную мелодию. То есть у вас проигрывается мелодия в ответ? Я просто редко говорю в этом шоу, это поразительное. У меня на самом деле почти нет слов. Это было потрясающе совершенно выступление. Сергей Полиничко, маэстро, вы абсолютно удивительный человек. Спасибо большое. И вам об этом сегодня много раз совершенно справедливо сказали все участники. Это удивительные люди, и мы продолжаем удивляться. Прозвучит ли партия Сергея в оркестре финалистов? Вот это мы и узнаем в конце нашего выпуска. А пока продолжаем удивляться. Как утверждает профессор Ключерев, мозг – это мышца, которую можно и нужно тренировать. Сейчас на сцену выйдет человек, который не прекращает тренировки ни на минуту и достиг невероятных результатов. Мнемотехник Владимир Мангатаев. Меня зовут Владимир Мангатаев, и я менталист. Я занимаюсь развитием памяти уже 20 лет и поставил рекорд России в запоминаеме числа пик. Как я в себе нашел эту способность? Школьникам посмотрел фильм «Щит и меч», и меня вдохновил эпизод, когда наш разведчик запоминает листок с информацией. Информации было крайне мало, поэтому пришлось создавать собственные методики по развитию памяти. Появился опыт, уверенность, и пришел к мысли создать собственную школу развития памяти. Мы все понимаем, что память нужна молодым для обучения, это школьники-студенты, но еще и для людей старшего возраста крайне нужны приемы для развития памяти и поддержания ее в тонусе. Мне сейчас 62 года, и у меня память лучше, чем в мои светлые 20 лет, потому что я ее регулярно тренирую. Я помню все, что мне нужно. Все имена, чиновники, фамилии, имя, отчество, все телефоны, исторические даты. И когда я иду в магазин, я не пишу на бумаге список продуктов, я просто запоминаю и прихожу, и покупаю. Есть такой неожиданный момент. Многие считают, что изучение иностранной языки, они улучшают память. Я утверждаю, что нет. Самый трудный материал для запоминания – это цифры. На сегодня наш современный мир, он цифрован. Это номера домов, квартир, телефоны, исторические даты, пин-коды, пароли. Поэтому, запоминая их, мы заставляем мозг сознания работать в совершенно новом режиме, потому что там мы запоминаем только через образы. Цифры – это идеальный материал для запоминания. Поэтому цифры я оживляю, я перемещаюсь в этом цветном объемном мире. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Я знаю, что вы приехали из Улан-Удэ. Совершенно верно. Для многих, кто сейчас с вами встречается в первый раз, мнемотехник – это как бы профессия. Но, вероятно, это не единственное, чем вы занимаетесь в жизни. Как и у любого человека – чтение, спорт, прогулки – это мое увлечение. Плюс мнемотехника. И вы – легенда мнемотехники. Об этом тоже очень многие знают. Друзья, я должен уточнить, что это не первая, но первая удачная попытка программы «Удивительные люди» пригласить Владимира Мангатаева. Наконец-то она увенчалась успехом. Можно ли запомнить не только порядок огромного количества цифр, но и их цвет также? Вот сейчас мы это по особой технологии, авторской, проверим вместе с Владимиром Мангатаевым. Прошу вас, Владимир, займите место. А смысл задания в том, что здесь пять разных конструкций, и это наборы случайных цифр двух цветов. Я попрошу наших уважаемых экспертов расставить их в том порядке, в каком они пожелают. Ну, то есть для Владимира это случайный порядок. А задача Владимира – запомнить эти 50 цифр вместе с их цветами, а потом назвать, причем дважды. Можно в прямом порядке, а можно и в обратном. С конца до начала. У Владимира будет 10 минут на выполнение этого задания. Все готовы? Поехали. По-моему, и так было уже сложно, а так еще сложнее. В такое домино я еще не играл. Красиво. По-моему, вот это запомнить невозможно, да, Жень? Невозможно. Владимир, теперь мы запускаем таймер ровно 10 минут, по истечении которых все и будет ясно. Прошу. Здесь получается и бинарный код. 11 цифр запомнился. Запомни черное, белое и сами цифры. Я запомнила. Запомнила? У тебя хорошая память. Слуха нет, а память хорошая. Все, ты помнишь, тогда имена запоминала круто прям. Готовься к финалу сразу. Слуха нет. Слуха нет. Слуха нет. Ну, первую цифру я запомнил. Три, две, одна секунда. Время. Владимир, стало быть, мы поворачиваемся спиной к цифрам. Напоминаю, что идея была в том, чтобы запомнить все числа и воспроизвести как в прямой, так и в обратной последовательности. Можем начать с Натальи. Владимир, будьте любезны. Первые два ряда подряд. В прямой последовательности? Да, в прямой последовательности. То есть слева направо. В прямой, да, в прямой. Один, три. Пять, восемь. Четыре, два. Семь, ноль. Шесть, девять. Это один ряд. Второй ряд. А нужно два. Пять, ноль. Шесть, два. Восемь, один. Девять, три. Семь, четыре. Точно. Да уж. Владимир, мой телефон точно не забудет. Да, но теперь цвета. Цвет фона, я правильно понимаю? Фона, а не самой цифры, да. Снова обращаемся к этим же двум первым рядам. Прошу вас, Владимир. Белый, черный. Белый, черный. Черно-белый. 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 Это первый ряд. Угу. И второй ряд. Белый, белый. Белый, белый. Белый, черный. Черно-черный. С двумя небольшими уточнениями оба эти уточнения в последней пятой конструкции. Но это ведь невероятно тяжело, потому что цифры – это десятичный код, а цвета – это двоичный код. Два разных мира. Давайте дальше тогда усложнять задачу. Вы можете назвать четвертую строчку только цифры и в обратном порядке? Ох ты. Справа налево. Так вот, да, могут. 0,2. 6,3. 8,5. 1,9. 8,5. С исключением одного уточнения, опять же, последняя игрушка цифр. А мы можем конкретную цифру вас попросить назвать? Да. 30-я цифра. Соответственно, для зрителей это получается у нас третий ряд. Самая правая. Самая правая. Принято. Это... Цифра 14. 14 не может быть, они все однозначно. Это... Сейчас, сейчас. Пардон. Я вижу двоиками. Это цифра 4. Да. Тяжело. Цифра 3. Ну, фантастически сложно, Василий Андреевич. Ну, давайте назовем цвет 38-й цифры. Угу. Туф. 38-я цифра. А где 38-я цифра? А, все поняла. Все дрожь надзвинулись к этой цифре. Да. Все, я уже поняла. Все втроем на нее указали. Мы с тобой, как минимум, молодцы. Мы догадались, что это за квадрат. Ну, вы это все видите. Нет, мне сложно вспомнить. Ничего страшного. Да, друзья. Ну, как вы видели, это цифра 6 на черном фоне. И с особым сожалением я вынужден констатировать, что Владимир наше сегодняшнее испытание не прошел. Грустно так, что мы не угадали. Я расстроилась чуть-чуть за вас. Можно нескромный вопрос? Сколько вам лет? Полных 62 года. 62 года. В мае будет 63. Если я в свои 62 года буду помнить, Женька, как тебя зовут, то это будет уже неплохо. Я все-таки хочу сказать, что здесь, может быть, не столько важно само исполнение, сколько сама важная история в том, что человеческий мозг остается молодым до тех пор, как говорил великий Василий Андреевич Ключерев, что мозг – это мышца, пока ты ее тренируешь, она у тебя живет. И, соответственно, пока у тебя есть какое-то развитие, пока какое-то напряжение своего собственного мозга, до тех пор ты остаешься молодым. Вы в этом смысле ни на какие, ни на 62, а где-то лет на 45 точно. Я помню все, что мне нужно. Все исторические даты, все фамилии имелся чиновников. Я хочу показать, Александр Борисович, на своем примере, что память можно и нужно тренировать. И это актуально для молодежи и для людей старшего возраста. А сегодняшнее задание, для меня оно новое и, скажу, сложноватое. Это Букин цифровой код на числа, где я ас, и кодировка на черное-белое. Их нужно совмещать. Ну, у меня просто они наложились. Вы запоминали две разные матрицы? Одну матрицу – это цифры, а вторая – бинарная. Или это были совмещенные? Две разных матрицы. То есть, получается, одна цифровая поверх другой цифровой. Ну, скажем так, белый-белый – это 0-0, а белый-черный – это 0-1. И вот 0-1 уже я перевожу в ногу, лук. И нужно запомнить не слово, потом перевожу в цифру, а потом в свет. Ну, получается, туда и обратно. Кодировка, раскодировка. Это очень все круто. Мы, правда, верим во все это. Но, тем не менее, с сегодняшним заданием вы не справились. Да. Давайте мы встретимся через год и удивимся какому-нибудь, может, еще более сложному заданию. И вы нас поразите максимально. Хорошо? Ну, считайте, это решение экспертного совета нашей программы в нынешнем составе. Друзья, в нашей студии участник первого сезона шоу «Удивительные люди» Константин Дудин. О, здравствуйте. Здравствуйте. Он тоже владеет мнемотехникой. Кстати, Константин ученик Владимира, что само по себе тоже о многом говорит. И я напомню, что у Константина было в свое время испытание весьма интересное. За пять минут вы запомнили резьбу 48 разных ключей. Потрясающе. Но что вы скажете сейчас своему учителю? Я хочу отметить, что сама сложность из-за того, что наслаивается, как вы заметили, бинарный код и обычные числа, именно в самом воспроизведении выборочном. Я помогал Владимиру Семеновичу подготовиться к этому выступлению. Мы как раз хотели показать и замотивировать людей в возрасте заниматься своей памятью, тренировками ума, как можно дольше, чтобы сохранять это. И мы, как профессионалы, можем этому помочь. Круто. Друзья, мы все свидетели. Владимир Мангатаев абсолютно удивительный человек. И сегодня он нашел возможность нас в этом еще раз убедить. Спасибо огромное. Жалко, да, немножко? Я думала, угадают. Я бы офигел, если бы он все это сделал. Это правда сложно. Это цвета и это. Да, жалко. Мне кажется, автоматический финал такой, знаешь, можно было. К вопросу об особенностях памяти. Получится ли у Владимира запомниться зрителям и попасть в финал? Вот это мы узнаем в конце выпуска. А пока продолжаем удивляться. Первый чай был заварен абсолютно случайно. Примерно в 27 веке до новой эры. А сегодня существует уже более трех тысяч его сортов. Наша следующая участница легко определяет большинство из них. Встречайте, чайный сомелье Наталья Леликова. Меня зовут Наталья Леликова. Я из Москвы. И я Ти-тестер. Ти-тестер – это чайный эксперт. Человек, который разбирается во всем многообразии сортов чая. Я занимаюсь контролем качества, бываю на плантациях, на чайных производствах. В том числе создаю купажи. Это уникальные рецептуры, которые позволяют создать определенные уникальные свойства напитка. Рецепт которого может быть известен только мне. При оценке Ти-тестер смотрит на внешний вид листа. Он смотрит на правильно ли обработан этот чай, выявляет нет ли дефектов производства. После чего оценивается его аромат в сухом виде, потом в заваренном виде. Оценивается внешний вид разваренного чайного листа. Та самая заварка, на которую никто обычно не смотрит. Все сразу выбрасывают. Для Ти-тестер она является очень важным показателем качества чая. Конечно, хочется рассказать о том, что чай бывает не только черным и зеленым. Хочется показать все многообразие и богатство этого напитка. И то, что за ним стоит большая культура. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Стандартный вопрос. Наверное, вам его задают многие. Сколько чашек чая вы в день выпиваете? От минимум 10 до 200-250. 250. При этом, насколько разные сорта? Совершенно разные. Бывает, что на одной дегустации встречаются диаметрально разные сорта, совершенно разных видов обработки и разных теруаров. А бывает, что сорта максимально похожие и очень сложно отличить их между собой. Теруары, простите. Это регион произрастания конкретного сорта, точно так же, как и с вином или с кофе. С вином мы знаем хорошо. Вот можно ли по вкусу определить сорт чая и даже страну его происхождения? Мы узнаем все это с Натальей Леликовой. Перед нами 30 видов чая. Эксперты, я вас прошу называть номера соответствующих сосудов. А Наталья, изучив содержимое, будет называть нам сорт и страну происхождения чая. Приступаем? Вау. Да. Прошу. Ну давайте попробуем задать такое вам задание. Вот это А. Заварить, Б. Выпить и С. Назвать, что это такое. По-моему, там просто трава. Я бы вообще пить не стал, потому что странные цвета. Сейчас я вам его продам. А ну! Для этого чая используется самое дорогое чайное сырье – чайные почки. Именно чайные почки в процессе ферментации приобретают золотистый оттенок, а также на них проявляется их природный чайный ворс. Ну сейчас мы попробуем с вами, что это такое. Мы с вами прямо попробуем? Почему бы и нет? Я готов тоже попробовать. Пойдем вместе? Да, да, сейчас. Несмотря на необычный внешний вид, то, что вы выбрали для дегустации – это именно черный чай. Черный чай означает чай полностью ферментированный. То есть, когда чайный листик растет еще на кустике, он находится в своем естественном живом состоянии. Когда его срывают, он начинает ферментироваться. То есть ферменты начинают взаимодействовать с кислородом, ферменты в чайном листе, и окисляться. Когда мы от яблока отрезаем кусочек, оно начинает темнеть на срезе. Точно так же и с чаем. Если чаю не дать сферментироваться, у нас получится зеленый чай. Если мы остановим ферментацию сразу же после сбора. Как можно остановить ферментацию? Посредством нагревания чайного листа до температуры выше 60 градусов. В это время ферменты никуда не исчезают, но исчезает белок, который активирует процесс ферментации. Итак, номер 23. Мы его заварили. Этот девайс называется Типот. Он позволяет очень быстро заварить чай. Вообще, когда чай оценивается, в первую очередь оценится внешний вид листа, а затем оценивается аромат, вот уже разваренного. Простите, можно мне тоже оценить аромат? Можно я нюхну. Просто... Ой, красота-то какая, батюшки. Можно послушать? А знаете, чем пахнет? Мягко, но твердо как-то так он действует. Пахнет баней. Я только хотела сказать. Очень вкусно. Есть вот этот вот оттенок немножечко досок нагретых. Не удивляйтесь, дегустация чайная всегда проводится ложкой. И в процессе дегустации нужно зачерпнуть чай вместе с воздухом. То, что за семейным столом было бы неприличным. Стербать. В лаборатории, да. Благолом стербать. В лаборатории это признак мастерства. Стербаем. Вы тоже можете попробовать. Ну, по-простому-то оно, конечно, яснее будет. Ты губами неправильно касаешься. Таис, дай я попробую. Не дозаварили, по-моему. Это мягкое завариваемое. Для дегустации иногда перезаваривают, делают слишком жестко, для того, чтобы выявить дефекты. Слушайте, теория прекрасная. Какой это чай? Это чай под названием Диньхун из Китая, провинция Юнань. Давайте посмотрим, где написано. Юннаньский Диньхун. У кого хорошее зрение? Именно так здесь все и написано. Браво! А вы знаете, что у нас есть знакомый грузин, который может вам такое задание задать, что вы никогда не справитесь. Смотрите, вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Жду с нетерпением. Покрепче что-нибудь выбери. А ну-ка, попробуем вот этот. Так, это у нас номер 12. Уже по внешнему виду можно сказать, что этот чай как раз улун. Улун – это место какое-то? Нет, улун – это вид чая, то есть сорта и виды чая – это тоже разные вещи. Виды чая могут быть зеленый чай, черный чай, улуны, белый чай, пуэры – это все разные виды чая. Его скручивать обязательно в катышки? Не обязательно в катышек, но должно быть определенное повреждение чайного листа. Чтобы какой-то сок этот лист дал. Да-да-да, чтобы хоть каким-то образом его повредить. И улун – это вид чая. В этом виде чая множество различных сортов. И сам по себе улун – это чай, которому действительно позволили некоторое время поферментироваться, а затем эту ферментацию остановили. Сказали, хватит. Хватит. Заварочка дала нам характерный зеленый цвет, я вижу. Очень похоже на зеленый чай, безусловно. А можно еще вопрос? Вот это вот правило нескольких завариваний – это правда? Да. Безусловно, чай, любой чай вообще, можно заваривать несколько раз. Все зависит от того стиля, как вы хотите заваривать чай. Можно обратиться сейчас вот к официантам, которые вот это вот, когда ты просишь подлить воды горячей, вот это вот, вот это вот, с таким лицом, это вечно, да? Потому что это стоит отдельных денег. Ну, такие… И отсутствие лица, кстати, тоже. Ой, какой приятный аромат. Обратите внимание, хотя настой выглядит как зеленый чай, и лист выглядит тоже достаточно таким зеленым. Извините, я промолчу по поводу аромата, потому что у меня ощущение, что заварили содержимое сенокосилки. Свежескошенные такие оттенки, да. В этом чае явно чувствуется задумка сохранить вот эту вот яркую зеленую свежесть. За нее в чае, как правило, отвечают молекулы индола, которые создают вот эту нотку сирени, и гальбанума. Давайте попробуем, что у нас получилось. Это насчет дорого продавать-то, а? После этого можно смело говорить, у нас чашечка чая стоит 1200 рублей. Мне так стыдно, что я хлюпаю. Вы все делаете очень правильно. И очень выразительно. В лаборатории вы были бы на высоте. Ну что, Жень, давай, угадай регион. Обратите внимание на послевкусие. Я чувствую это, сразу почувствую. И вот это вот немножко такое маслянистое ощущение. Да, 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 идет. И вот это вот на выдохе, вот это, да? Да, 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 именно на выдохе. Чувствуйте. Самое вот проявление таких вот ароматических веществ. Ты же дирижером хотел стать, ты сомелье уже пошел? Давайте мы узнаем, что это такое. Да, но все-таки как его зовут? А, кстати. Я считаю, что это тегуанинь. В переводе это означает железная бодхисатва. Это улун, который делается... А железная бодхисатва что означает в переводе? Железная бодхисатва, это название относит к поэтической такой легенде о происхождении чая. А их, видимо, немало. Их, конечно, немало. Так вот, я предполагаю, что это чай из Китая, с юга провинции Фудзянь. Строго я бы даже сказала, что это уезд Аньси. Но я, ну, как бы... То есть с точностью до района. Давайте посмотрим. В Китае районы называются уездами. Мы сейчас серьезно вот эти вот слова произнесли. Да ладно. Покажи, мы не верим. Я это даже прочитать не могу. Сейчас, подождите. Гуанинь, железная бодхисатва... Бодхисатва. Китай, юг провинции Фудзянь. Браво. Да кто вы? Так вот так это... Я титестер. Чайный сомелье, можно сказать, для упрощения. Но правильнее сказать титестер. А вот ребята, мои знакомые, меня спрашивали, а что будет, если прям крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко чай заварить? Чефир. Ну, насколько это вообще... У всего этого тоже должны быть специальные красивые названия. Спасибо вам большое. Почему я не возьму, тот? Конечно. Если чайные листья проводят в воде больше 10 минут, то они начинают выделять гуанидин. Это такой токсин. Токсин для нервной системы. Он может вызвать учащенное сердцебиение, тремор в руках, неприятные, в общем, ощущения. Если чай просто крепко заварить, но вовремя удалить заварку от горячей воды, то можно пить чай крепким, и это будет, в общем-то, достаточно безопасно. Василий Андреевич. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Дело в том, что я так понимаю, что по цвету я не обязательно угадаю зеленый чай. Навскидку. Я предполагаю, что вот этот вот весь ряд зеленый чай. Давайте вот попробуем. Это у нас восьмой. Интересно. Вы задали интересную загадку. По внешнему виду этот чай может быть произведен технически вообще в любой стране, в любом месте. Да. Да, у него достаточно типичная скрутка, которая может быть использована вообще везде. То есть внешний вид в данном случае вообще ни о чем не говорит, кроме того, что это зеленый чай. У него достаточно глубокий аромат. Есть такие нотки водорослей, которые свидетельствуют о том, что, скорее всего, чай был обработан паром. То есть вот эта вот остановка ферментации, она технически может быть сделана как горячей температурой горячей поверхности, то есть прожаркой, или же пропариванием. Остановка ферментации пропариванием дает как раз такие интересные оттенки немножечко морских водорослей, соли морской. Такие необычные, свежие оттенки. Вообще говорят, что одна из основ и принципов китайской кухни заключается именно в том, чтобы все имело ровно не тот вкус, который у него от природы. Возможно. Это как бы идея, которая развивается творчески разным образом. Может быть, здесь тоже. Возможно. У нас достаточно яркий настой. И вот в нем как раз можно увидеть такие былиночки. И вот это как раз такой легкий-легкий чайный ворс, оставшийся при производстве. Это не пыль, это не нужно выливать. Вообще гурманами такой настой очень не оценится. И, конечно, нужно обязательно послушать аромат. Из чайника можете тоже познакомиться. Мне очень интересно, что это. А маленькая ложечка тоже можно будет попробовать. Угощайтесь. Надо обязательно вот так сделать. Обратите внимание, когда будете пробовать чай, во вкусе есть явный вкус умами. Умами – это вкус мяса. Умами – это вкус высокобелковой пищи. То есть это может быть мясной бульон, это может быть некоторые виды грибов. То есть это может быть самая разная белковая, именно высокобелковая пища. В чайе тоже есть белок. Это белок альбумин. Хорошая новость для вегетарианцев. 10 чашек зеленого чая могут заменить по белковому содержанию одну мясную котлету. Прекрасно. Так, в общем, я готова назвать, не буду тянуть. Василий Андреевич, возьмете для проверки номерок? Я проверю. Я считаю, что это чай из Южной Кореи, с острова Чаджудо, с одноименным названием Чаджудо. Фантастика. Вообще. Чаджудо, Горея, во сколько Чаджудо. А могу я задать вам вопрос? Дело в том, что я нейробиолог, и нейробиологи фанаты зеленого чая считают, что именно зеленый чай – это нейропротектор. У него нет таких побочных эффектов, как у черного иногда бывает. Вы поддерживаете эту точку зрения? Я видел научные исследования. Черный чай тоже полезен. То есть там величина, она отличается примерно, может быть, на десятые доли процентов. Вот эта вот разница. Она не так высока. То есть я думаю, что если вы хотите пить чай для здоровья и для удовольствия, то нужно выбирать тот, который вам вкусно пить для удовольствия. Если вы любите пить черный чай, не нужно пить зеленый. Лишь бы было полезно, будет примерно та же степень полезности. Но зеленый чай очень хорошо показал себя в исследованиях на введение токсинов и в том числе радиотоксинов после облучения. Потрясающе. Спасибо. Невероятно. Все чудесатие и чудесатие, как говорила Алиса в «Стране чудес». Наталья. Ой, друзья мои. Вот у всех бывают проблемы с алкоголем, у меня была проблема с чаем. Я не буду чай пробовать, я доверяю вам выбрать, Артем, пожалуйста. Тут какие-то лютики-цветочки у меня в садочке. Ага, я вижу. Это тоже чай, это почки. Попробуем? Вот этот. Да, я с вашего позволения деликатно изыму этот документ. Безусловно, прекрасно. По виду чая здесь все очевидно. Видно, что чаинка белая. Можете обратить внимание, здесь на ней прям есть такой ворс. Это его натуральное, природное покрытие, такое защитное покрытие чайного листочка. То есть это не распустившийся листочек? Нет, это не распустившийся листочек. Какой бывает на вербах ранней весной, да? Точно, точно, покрытый ворсом. И белый чай вообще проходит самую деликатную обработку из всех возможных видов чая. Он не скручивается, он просто высушивается. И из-за того, что он не скручивается, то есть повреждений не происходит, ферментации тоже практически не начинается. Но и раскрыть его вкус и аромат сложнее, поскольку он заваривается чуть-чуть дольше. И вот видно, что он потихонечку начинает давать нам какой-то цвет. Но не так, чтобы очень интенсивный. Да, белый чай вообще в принципе не даст какого-то яркого цвета, но иногда он может такой дать золотинку, иногда такой уйти в янтарные коричневые цвета. Посмотрим, что получится у нас на этот раз. Пока заваривается, а какой из этих всех видов чая самый дорогой? Я не знаю, мы же еще не попробовали все. Вот вы вначале меня спрашивали, мой любимый чай. Да. Среди сортов всех моих самых любимых чаев, среди них встречается сорт Дахунпао. Он очень известный, разновидности улунов. И есть такие шесть материнских кустов, которые уже около 200-300 лет растут на одной скале. Поднимаются на эту скалу люди в специальных защитных костюмах, едва касаясь, собирают эти чайные листики. С них собирают чай раз в несколько лет. И получается не больше 100 грамм чая, который или дарится каким-то особым людям высокопоставленным, или может какое-то его количество выйти на аукцион и продаться примерно по стоимости трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Плюс-минус. Ой, чушки. А кто-то другой бы это рассказал, я бы воспринял это как изощренное издевательство. Но когда рассказывает Наталья Леликова, всему веришь. Так, а здесь уже можно вдохнуть. Слушайте, а классно. Вот есть нотки аромата. Наталья, вы можете не пить, но вам понравится этот аромат. Как аромат. В аромате присутствуют плодовые ноты. Ощущение, такая мякоть персика, мякоть сливы. Не знаю. Давайте попробуем и узнаем, что это. У него такой мягкий вкус, нежный мягкий вкус, обволакивающий. И называется он... Юэ Гуанбай, белый лунный свет, Китай, провинция Юнань. Yes! Правильно в китайский я это не скажу, но это действительно Китай, действительно провинция Юнань. И Наталья на 100% права. Это невероятно. Это просто невероятно. И ведь нет никаких сомнений, по-моему, что с каждым следующим было бы то же самое. Понимаете, здесь вопрос в том, что есть знание, а есть знание с запасом. А есть знание запаха. Знание запаха. Вы потрясающе удивительный человек. И испытание, как испытание, вы не просто блестяще прошли. Вы сделали из него совершенно незабываемую чайную церемонию. Наталья Леликова, браво! Спасибо. У меня два слова. Вы устроили нам не просто шоу, вы устроили нам лекцию. Причем лекцию интересную. Я после этого вообще выйду отсюда другим человеком. Поэтому вы, очевидно, удивительный человек. И если бы я был человеком, который принимал решение, вы в финале. Можно было бы сказать, как мы часто говорим, ну вы, конечно, профессионал, это ваша работа, вы должны в этом разбираться. Но так разбираться, сказать, что я удивился, это ничего не сказать. И это такое выступление, достойное финала и достойная победы в финале даже. То есть вот так вот мне понравилось. Спасибо. Евгений Купунаишвили еще повысил ставку. Наталья. Вы нам показали уникальную способность, которая у вас есть. Мы этого сделать не можем. А вы умеете, потому что вы удивительный человек, Наталья. Спасибо вам большое. Спасибо. Правда, спасибо. Я рада, что вам понравился хотя бы запах. Запах шикарный. Василий Андреевич. Наталья, мы все в восторге. Маленький профессиональный вопрос, как биолога. Когда вы едите, странный вопрос. Когда вы едите капусту или шпинат. Какая капуста у вас на вкус? Она нейтральная, она горькая, она сладкая? Наверное, скорее сладковатый вкус. В некоторых сортах чувствуется горчинка. Просто считается, что есть небольшое число супертестеров. Людей очень чувствительных к вкусу. У них обычно немножко измененное впечатление, скажем, и о кофе, и о овощах. И, возможно, у вас есть уникальные еще и способности к этому. И, конечно, вы фантастический эксперт. И, мне кажется, вы такой поэт, который рассказывает нам о чае, как о поэзии музыки. Это было невероятно. Огромное спасибо. Спасибо. Абсолютно невероятно. И без исключения все была чистейшая правда. Наталья Леликова. Вы удивительный человек. Абсолютно невероятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. А вот сможет ли Наталья почувствовать вкус победы и оказаться в нашем финале? Это мы узнаем в конце выпуска. Проект «Удивительные люди». Мы продолжаем. Чтобы выполнить вычисления с десятком действий, обычному человеку понадобится либо листок с ручкой, либо калькулятор. А ей нужно всего несколько секунд. Ведь она может сделать это у себя в голове. Встречайте, Ева Григорян. Всем привет. Меня зовут Ева Григорян. Мне 10 лет. И я из города Раменское. Я занимаюсь ментальной арифметикой. Я чемпионка России и Москвы. Я всегда занимаю первое место по ментальной арифметике. Мама меня отвела на ментальную арифметику в 4,5 года. Она, оказывается, увидела на шоу «Удивительные люди» трех мальчиков, которые занимались ментальной арифметикой. Поэтому она решила меня повести. Мы с мамой трудимся, трудимся, совместная работа. Поэтому у меня все получается. Это крутая способность. Она тренирует мышление, ну, нестандартное. И еще из-за ментальной арифметики она очень хорошо тренирует память. Вот, например, стих, он учится быстро. Я всем желаю заниматься ментальной арифметикой, потому что она очень упрощает жизнь и поможет в будущем. Здравствуйте, Ева. Я смотрю, с самого начала вы заявили не только намерение победить, но и спортивный азарт. Да. И я так понимаю, что вы сегодня будете совмещать одну работу с другой. Работу умственную с работой физической. Да. Давно у вас возникла эта идея и началось это совмещение? Сначала у меня было все отдельно. То есть отдельно игра, отдельно счет. Так. Ну, вот мне предложили такой номер, и вот открылся новый талант. Открылся новый талант, говорит Ева Григорян. Вообще моя мечта, в принципе, стать теннисисткой. Так. А считать в уме и так, для души? Чтобы потом считать гонорары за победы в турнирах. Ну, это как-то вообще в уме легче всего считается обычно. Возможно ли одновременно играть в теннис и выполнять при этом сложные вычисления в уме? Вот это мы сейчас и узнаем вместе с Евой Григорян. Ассистент будет подавать Еве теннисные мячи, а она должна отбивать их в сектор того цвета, которым в этот момент светится экран. Параллельно мы будем диктовать ей примеры, которые она должна будет решить в уме. Ева, кто будет диктовать вам примеры? Это не важно. Это не важно, но мы остановимся, наверное, на Евиной маме. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу у вас микрофон. Мы будем привыкать к вашему голосу. И вон тот экран, который находится непосредственно за нашей воображаемой сеткой или стенкой, будет указывать, в какого цвета квадрат должен попасть следующий теннисный мяч. Ева, вы готовы? Да. Прошу. Удачи. 5 641 плюс 3594 плюс 6 232 минус 4689 минус 2398 плюс 7 962 плюс 8 296. Минус 8 274 плюс 8 398 плюс 9585. Ответ. 3, 4, 3, 4, 7. То есть 34 347. Ева, браво. Дорогие друзья, не только Ева справилась с заданием, но и Евгений Попаноишвили тоже. Давайте ему поаплодируем. А правильный ответ-то был? Да. Абсолютно. Ого, молодец. Атош. Вау. Ну что же, тогда, Ева, три примера подряд. Пример, ответ, пример, ответ, пример, ответ. Хорошо. Вперед. Начали. 9 111 плюс 1677 плюс 4197 минус 6364 минус 5492 плюс 1159 минус 1383 плюс 5357 плюс 5658. Плюс 9704. Плюс 9704. Плюс 9704. Ответ. 2, 3, 6, 2, 4. Да. 23 624. Это абсолютно правильный ответ. Но мы продолжаем. 7473. 7473 плюс 4199 плюс 4199 плюс 2499 минус 2297 минус 1698 минус 1247 минус 9388 плюс 2895. 5, 6, 4, 5. 5, 5, 6, 2. 5, 7, 6, 2. 5, 6, 2. 5, 7, 6, 2. 5, 7, 6, 2. плюс 9086, плюс 2655, минус 6161, плюс 8831, плюс 7885, плюс 8625, минус 2273, минус 9747. Ответ. 20525. Да. 20525. И этот третий подряд ответ тоже идеально правилен. Невероятно. Ева Григорян. Ева, красотка. И это были четырехзначные числа, с которыми все оказалось вот настолько точно. Но мы готовы усложнить. Друзья, перед тем, как мы усложним, я хочу отметить, что все-таки чай Натальи действует. Посмотрите, что делает Евгений. Меня не остановить просто. А можно в следующем задании поучаствовать? И я буду диктовать числа. Если Ева готова. Я готова. Мама только рада. Потому что мама нервничает, конечно. Я лучше вам отдам. А Александр Пушной, как я понимаю, заступает на вот эту вахту трудовую. Мы готовы, Ева? Да, я готова. Ответ. Один, семь, восемь, девять, семь, девять. Да! Да, это сто семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят девять. И это абсолютно правильно. Поехали дальше. tf6000. 67.529 минус 65.748 плюс 40.902 минус 31.999 минус 10.579. Ответ. 105. Стой пять. Стой пять. Вау. Евгений, это было блестящее исполнение. Александр, это была блестящая поддержка. Так, Александр, ну-ка. Техническая, эмоциональная и всякая. Проверьте меня сейчас. Только... Нет, он кидает, а вы цифры называете. О, артисты. Итак, друзья, чтобы вы понимали уровень Евы. Давайте, тихонечко только. Один плюс... Один плюс один плюс два минус шесть плюс два. Сколько? Один. Браво, молодец! Браво, один. Было, да? Да. Евгений Попунаишвили, Александр Пушной. И они способствовали тому, что Ева Григорян блестяще справилась со своим испытанием. И все это видели. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Вам спасибо. Есть такой эффект телезрителя, да? Когда сидят люди перед телеком. Я так могу. Я могу точно так же сейчас выйти. Вот, пока я сидел здесь на кресле и смотрел, как Ева играет в теннис, при этом я слушал, как мама читает примеры, я слышал примеры. Как только примеры стал читать ты, она продолжила играть, я начал бегать, ловить мячики, у меня вместо твоего голоса с примерами зазвучало, как, знаете, звучит иногда на вокзале. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не понимал вообще, что ты говоришь. Так я там подрабатываю на вокзале. Я к чему? Что оказывается, когда у тебя есть какая-то двигательная активность, хотя вроде, а вот не даст соврать Василий Андреевич, это разные отделы мозга, но когда один загружен, второй у меня, по крайней мере, не работает. Поэтому Ева, браво, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень круто было. Здесь не просто еще попасть там по мячу, да, мы забыли про дополнительное задание. Ева прекрасно попадала в те цвета, которые загорались на экране. Это очень круто. То есть нужно было в этот момент сконцентрироваться на красном там квадрате или на синем. И это могло отвлечь от цифр. Здорово, здорово, большая молодец. При этом такая очень активная, жизнерадостная, спортивная. Ну, боевая девчонка же, наконец-то. Лови. Спасибо тебе большое. Представляешь, с первого раза. Вот что это такое, а? Я желаю тебе побед, успехов в теннисе. Мы все очень болеем за наших теннисистов. Теннисисток, они невероятно крутые. Я желаю тебе стать такой же крутой. Спасибо. Наталья. Ты крутая и способная как в теннисе, так и в математике. Какой у тебя еще из спорта, любимый? Из спорта нет, но я еще занимаюсь музыкой. И я лауреат международных конкурсов по фортепиано. Какая молодец, а? Умничка. Браво. Разносторонняя, развивайся, и у тебя все получится. Молодец. Ты удивительная, Ева. Но вот к Василию Андреевичу вопрос, собственно, поставленный Александром. Действительно ли те виды деятельности, которые мы сейчас видели совмещенными, так явно друг другу противоречат для мозга? То есть когда что-то одно делается, другое вообще не получается. У обычных-то людей. Обычные люди справляются с такой задачей только если она основана на полном автоматизме. Если я еду на велосипеде, я, конечно, могу решать какие-то примеры. Это полный автоматизм, я кручу педали. Как мы здесь правильно заметили, нужно было еще обратить внимание на цвет, послать мяч в том направлении, принять решение. На мой взгляд, задача была действительно чрезвычайно сложная. И уж как-то слишком бодро ты ее выполнила. Скажи, а какие у тебя, может быть, есть достижения и в счете, и в теннисе? Как ты сейчас себя оцениваешь? В счете я несколько раз, раза три, наверное, я становилась чемпионкой Москвы и России по ментальной арифметике. То есть там есть три направления. Визуально, слух и флэш. И я по всем трем направлениям занимала первые места. И когда я уже закончила все уровни, на последних соревнованиях я тоже заняла по всем направлениям первые места. И ушла непобежденная. Молодец. Ура! Мне кажется, как только Ева... Упутный борец в 10 лет. Ева Григорян. Вы удивительный человек. И очень надеюсь на встречу с вами в финале этой программы. Спасибо. Красотка. Видели мы сегодня новую Софью Ковалевскую или новую Марию Шарапову? Это вопрос, на который ответит будущее. Окажется ли Ева одним из слагаемых финального уравнения нашего проекта? Вот ответ на этот вопрос мы узнаем в конце выпуска. А пока продолжаем удивляться. Если человек умеет рисовать правой рукой, то он правша. Если и правый, и левый, то амбидекстер. А вот если и руками, и ногами, то это наш следующий участник. Шохрух Суюнов из Узбекистана. Меня зовут Шохрух Суюнов. Мне 26 лет. Я из села Янгибина Нуратинского района Новоийской области Республики Узбекистан. Я профессиональный художник. Чтобы выделиться среди других художников, я начал писать картины в необычных стилях. Например, я создавал портреты из большого количества отпечатков пальцев, а также лиц людей, которые складывались из маленьких фигур. Затем я решил научиться писать портреты ногами и руками одновременно, чтобы заинтересовать людей и тем самым прививать им любовь к искусству. Так как в нашей провинции не было художника, который обладал бы таким талантом, мое творчество стало интересно для многих. Когда в Узбекистане ушел из жизни очень известный певец, я написал портреты из текстов его песен в память о нем. Это тронуло огромное количество людей и сделало меня очень популярным в своей стране. С детства я мечтал принять участие в шоу «Удивительные люди». И сегодня я продемонстрирую вам все мои навыки и постараюсь произвести впечатление на зрителей и жюри. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Шокру! Здравствуйте! Ну и представив вас таким необычным образом, не могу не спросить, вы, вероятно, единственный в мире, кто так умеет? Есть еще люди, которые пишут картины и ногами, и руками, но их немного. Может быть, один или два человека. Вы с ними не знакомы? Нет. Вот возможно ли и как это возможно, одновременно рисовать обеими руками и ногами, то есть четырьмя конечностями сразу, да еще и объединить потом эти рисунки в цельное произведение искусства. Вот что мы проверим вместе с Шокрухом Суюновым. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я прошу вынести в студию конверт с заданием. В этом конверте фотография одного из вас, уважаемые наши эксперты, члены Высокого Совета. Задача Шокруха – нарисовать четыре фрагмента картины, а потом собрать из них готовый портрет. Причем собрать методом наложения этих четырех изображений одного на другое. На выполнение этого задания у него будет всего 20 минут. Шокрух, вам нужно подготовиться? Да, мне понадобится немного времени, чтобы прикрепить маркеры к ногам. Я думаю, что вы можете начинать готовиться. Шокрух, вы готовы? Да. Очень хорошо. Тогда мы извлекаем фотографию из конверта, показываем ее нашим уважаемым экспертам, которые, разумеется, сразу узнают в ней одного из членов нашего экспертного совета – Наталью Рогозину. Друзья, всем видно? Шикарно. Теперь я торжественно размещаю эту фотографию вот здесь, прямо перед Шокрухом. И нам, собственно, остается только засечь время. Время пошло. Я не знаю, я наблюдаю, конечно, за происходящим, но одновременно четыре движения, мне кажется, невозможно совершить. То есть, мне кажется, все-таки, скорее… Последовательно. Мне кажется, что они последовательно все-таки… Он вместе нет. И мне кажется, что что-то одновременно происходит. Но все-таки… Мне кажется, тактика определенная есть. То есть, заштриховываются, например, руки. Что-то стандартное, да? А, например, в этот момент нога вырисовывает детали. У него единое все идет. Посмотрите, моменты. Все единое – руки и ноги. Но сейчас действительно одновременно. Удивительно. Я понял, что он рисует четыре сектора разных. То есть, грубо говоря, да. Пазл там твой глаз, правый глаз, левый. Щеку правую, щеку левую, потом совмещаем. Ну, как я понимаю. Если он мне плохо нарисует, все. Двоечку сразу. Ну, я думала, что будет хорошо, потому что такого вообще в жизни не видела. Красиво, очень красиво и ритмично все идет. Похоже на четыре принтера, работающих одновременно. Это какая должна быть координация, чтобы понимать и отслеживать, что рисуешь каждой конечности. Ну, мой бы процессор бы точно перегрелся, чтобы вот так четыре процесса одновременно выполнять. Есть люди, у которых разъединен мозг оперативно. Как это проявляется? Вот этот синдром чужой руки, когда одна рука начинает, другую останавливает. Одна рука там застегивает, другая расстегивает. Одна тебя бьет, другая ласкает. Да, это из-за того, что разделили с полушарием. Но это обычно какая-то проблема. Теоретически, возможно, левое и правое полушарие взять на себя два действия. Но он четыре, и это нереально. Он рисует сверху бесцветными чернилами, а снизу он рисует маркером. Непонятно. Теоретически, это еще может быть навык такой. Ну, например, нарисовать волосы, это определенный паттерн. Теоретически можно, может быть, научиться какие-то характерные движения делать. Такой, ну, скетч такой делать, да? То есть ты не рисуешь действительно один в один, а как бы заученные какие-то движения делаешь, как небольшой танец такой. Здесь локон, там локон. Но они стандартные. Сейчас интересно, что получится. То есть если это просто такое общее... Если общее совсем, да, то тогда это как бы такой набор решений. Сейчас посмотрим. Выглядит невероятно. Все. Дорогие друзья, шокрух решил поставленную задачу раньше отведенного времени. Мы останавливаем таймер. Раньше почти на пять минут. Причем, что характерно, на двух верхних холстах, назовем это так, рисовал шокрух бесцветными красками. Вот теперь все это должно проявиться, как проявлялись по старой технологии фотографии. Борода, что ли, с бородой? Сутья по тому, что я уже вижу... Нет, он знает, что чемпионер по боксу, если что, я сейчас... Нету. О-о-о! Ух ты! Красиво. Спасибо большое. Наталья, не откажите, как говорится, в любезности. Пожалуйста, подойдите вот к собственному изображению, чтобы и, во-первых, сходство оценить, хотя сходство это далеко не единственное. Так, но похожих. Нет? Да, безусловно. Серьги на месте. Серьги на месте, прическа тоже. Губы, нос, глаза, прическа. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Мне нравится. Я думаю, мы можем честно поздравить художника с завершением этой работы и сказать, что Шохрух блестяще прошел испытание. Не правда ли? Почему выбрали именно этот метод? Моя цель таким вот необычным способом привлечь больше внимания к изобразительному искусству. Хорошая цель. Идеальный метод. Идеально, красиво. Я сравниваю, опять-таки, через себя, через спорт. Даже у меня там налажена там моторика, да, координация движений, уклониться, подумать. Но это нереально вот так вот сделать, как вы это сделали. Для меня это удивительно. Спасибо. Правда. Спасибо. Наталья Рогозина. Человек и портрет. Евгений. Ну, феноменально просто, правда. Я вообще не помню, какие еще выступления у нас вызывали такие дискуссии. Мы тут... У меня нет объяснений этому. Я такое вижу впервые. Правда. Спасибо. Это круто. Спасибо. Что круто, то круто. Александр. У меня вопрос технический. Я правильно понимаю, что вы даете какую-то команду на какую-то циклическую деятельность, например, правой ноге. Ну, условно, за штриховку берете. Запускаете этот процесс, он идет самостоятельно. Дальше вы можете что-то рисовать правой рукой, что-то добавлять левой. Но повсеместного контроля за всеми четырьмя у вас с конечностями нет. Это все-таки процесс не параллельный, а последовательный. Параллельно. Я старался рисовать параллельно. Я не знаю. Ну, это для меня удивительная история. Спасибо вам большое. Нет, ну, я на самом деле был настолько удивлен происходящим. Мы все обсуждали то, что мы видим. Чтобы сделать действительно серьезное заключение, мне придется при медленной промотке посмотреть все это заново, если честно. Где-то в лаборатории. И тогда я могу сказать, параллельно это было. И с ракурсов, видимо, тоже разных. С разных ракурсов, да. Потому что это, конечно, выглядело феноменально и требует какого-то подробного разговора. Я хотел задать вопрос. Родились вы левшой, правшой, амбидекстром? Родился я правшой, а потом уже, когда поставил цель научиться, начал подключать левую руку и уже через месяц тренировок начал рисовать и обеими руками, и ногами. Месяца. Одного месяца. Совсем вообще. Мы правильно расслышали? Недавно. Сколько в таком случае вы подобным способом уже нарисовали картин? Порядка 15 картин таким способом. Но у меня есть и другое умение. Я одновременно могу написать 4 разных портрета. Разных портрета. Мы вам придумали задание на финал. Вы садитесь и рисуете нас четверых. Каждый раз в своей конечне. Да. Ну, можно считать, что договорились, Шахруха. Но я скажу то, что всем и так очевидно. Вы абсолютно удивительный человек. Спасибо. До свидания вам. Спасибо. Удалось ли Шахруху прочертить свой путь до финала? Вот это мы узнаем в конце выпуска. А пока перейдем к следующему участнику. Нас научили, что цифры считают, а буквы читают. Но наш следующий участник все перевернул с ног на голову. Он уверен, что буквы можно складывать, вычитать, умножать и даже возводить в степень. Вишва Раджакумар из Индии. Меня зовут Вишва Раджакумар. Я из Индии. Я участник многих международных соревнований по мнемотехнике. Я принимал участие в чемпионатах 2023 и 2024 годов и на обоих занял третье место. Я был самым молодым участником, который побил мировой рекорд. Также я стал четырехкратным чемпионом в онлайн-соревнованиях. Я выиграл много чемпионатов в Индии. На национальных соревнованиях я дважды становился серебряным призером. На моем счету два мировых рекорда на онлайн-соревнованиях. Свой самый крупный выигрыш я потратил на оплату обучения. А на последнем соревновании я победил как самый молодой участник и на эти деньги купил себе новый ноутбук. Своими примерами я стараюсь вдохновлять студентов заниматься мнемотехникой, потому что помню, как в школе мой учитель говорил, что у меня худшая память из всех в классе. Но, как видите, спустя несколько лет я занимаю третье место в мире по мнемотехнике. Так что, если я смог свои слабые стороны сделать сильными, то сможете и вы. Здравствуйте, Вишва. Мы очень рады. И мы знаем, что вы мнемотехник. Причем довольно продвинутый. Почему именно такое уникальное, нестандартное направление мнемотехники вы для себя выбрали? Когда мне было 10 лет, я начал автоматически превращать буквы в цифры. Ну, так дальше и пошло. И вот я здесь. Автоматически это просто оно само собой происходило в вашей голове? Да. Но в таком случае, действительно, мы можем говорить о редком даре, который просто открылся, видимо, в тот момент, когда ему пришла пора открыться. Возможно ли за несколько секунд посчитать сумму числовых значений букв в целых предложениях? Узнаем вместе с Вишвой Раджа Кумаром. Для начала совсем немного теории. Посчитать сумму всех букв в слове. На самом деле, это очень просто, потому что каждая буква английского, например, алфавита, равна своему порядковому номеру. То есть А – это первая буква, стало быть, единица. Б – двойка. И так далее, и так далее. До 26-й буквы Х. А в слове cat, например, кошка – 24. Потому что С – третья буква. Эй – первая. А Т – двадцатая. Вот так оно, 24, и получается. Сейчас на экране по очереди появятся три фразы на английском языке. Причем фразы достаточно известные. А Вишва должен будет посчитать сумму в каждой из них. Чему эта фраза равняется в своем числовом выражении. Кстати, фразы эти мы попросим Вишву еще и вслух произнести. А после подсчета, соответственно, на русский тоже переведем. Готовы? Да. Да. Ну что ж, давайте почитаем и посчитаем. Прошу вывести на экран нашу первую фразу. Я готов ответить – 751. Давайте посмотрим правильно. Внимание, правильный ответ на экран. Вот они, все числовые значения и… 751. Класс. Это очень известная классическая цитата. Гений – это 1% вдохновения, а 99% – если дословно, то потение. Да. Да? Труда. Томас Альва Эдисон. Вишва, браво. И мы идем дальше. Ага, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 658. 658. 658. Прошу правильный ответ на экран. Вот они опять, все числовые значения. Обалдеть. Ага. Вау. И все в точности совпало снова. Ровно столько стоит эта великая мысль Альберта Эйнштейна. Нам, кстати, тоже хорошо известная. Жизнь – это как на велосипеде ехать. Чтобы держать равновесие, надо двигаться. Кто скажет, что это не так? Но теперь мы точно знаем, сколько это стоит в цифрах. Скажите, Вишва, если следующая фраза будет, предположим, раза в два или в три длиннее, чем те цитаты, которые мы видели, это вас не смущает? Да, конечно, я готов. Прошу красивую мысль на экран. А вот этот жест очень хороший. Ответ готов. Прошу на экран. Правильный ответ. Через 20 лет вас гораздо больше разочаруют те вещи, которых вы не сделали, чем то, что вы сделали. Поэтому отчальте от тихой гавани. Почувствуйте попутный ветер в парусах. Двигайтесь вперед. Действуйте, открывайте. Марк Твен. Хорошие слова. А вот теперь эти три правильных ответа нужно сложить. Все эти фразы, сколько они весят вместе? 3, 6, 5, 6. 3, 6, 5, 6. Я уже забыл, какие... Ни секунды не сомневаюсь, что так оно и есть. Прошу, покажите нам это число, пожалуйста. 3, 656. Как это мы делаем? Но это только первый этап нашего задания. Вот для второго нам, безусловно, будет нужна неоценимая помощь наших уважаемых экспертов. У каждого из вас есть планшет, ручка и, не сомневаюсь, несколько хороших, длинных, полновесных английских слов в запасе. Дальше мы попросим Вишну что сделать? Во-первых, посчитать сумму каждого из этих слов, а потом возвести в куб, то есть в третью степень. Начнем с Александра Пушнова. Я просто попрошу вас поднять планшет и держать его для всех, чтобы было видно. Я уверен, что даже если ты не знаешь английского языка и не можешь написать ни одно слово на английском языке, это слово должен знать каждый. Ой, чуть-чуть поаккуратнее. Пожалуйста, поднимите лист. Ответ 64. 64 в третьей степени это... 2, 6, 2, 1, 4, 4. 2, 6, 2, 1, 4, 4. А ну-ка. И? Еще раз ваш ответ. 2, 6, 2, 1, 4, 4. Пожалуйста. Евгений, ваше слово. Очень неожиданное слово для меня. Сами от себя не ожидали такого слова? Да, но я его люблю, тем не менее. Ответ 27. 27 в кубе это 1, 9, 6, 8, 3. Ответ 27. 27 в кубе это 1, 9, 6, 8, 3. Вообще мгновенно. Так, ну смотрим, да, ну там просто можешь даже и не оборачиваться уже. Наталья. Ну у меня самое легкое. Сейчас, секундочку. У вас там одно слово или больше? Я написала. Я как-то так неловко подглядел. Ринг. Это было очень легко. Ринк это очень просто. 48. Конечно, коротко. Как боксинг. 1, 1, 0, 5, 9, 2. 48 в кубе это 1, 1, 0, 5, 9, 2. У меня сомнений не было. Я оглянулся только потому, что должен был. Василий Андреевич. Слушайте, у меня простое слово, но мне всегда хотелось измерить мозг. А как мозг по-английски? Брейн. 44. 44 в кубе это... 44 в кубе это... 8, 5, 1, 8, 4. Это ответ. 8, 5, 1, 8, 4. Это ответ. Совершенно верно. Вишвар Аджакумар, вы блестяще справились с заданием. Вы его просто играючи прошли. И все этому свидетели. Есть такое замечательное явление, называется синестезия. Это когда люди видят буквы как цвет. То есть, например, буква А у них определенного цвета, причем это они не просто так себе представили, а это действительно искажение какое-то, которое происходит в мозгу. Столько цветов есть разве? Ну, еще и с нотами есть музыкальными такая же катрушка. С нотами есть такая же история. И вот у меня вопрос. А вот, Вишва, скажите, пожалуйста, вы когда сопоставляли буквы цифрам, вы это делали, что называется, без всяких дополнительных представлений? Или у вас тоже буква А может быть зеленая, а Б красная? У меня нет таких ассоциаций, просто когда я вижу буквы, я представляю их в виде цифр и сразу начинаю складывать. У меня мозг так работает, так я его натренировал. Ну, то есть, это не абсолютный слух, а абсолютный счет. Вот оно само. Ну, то есть, для вас просто так же, как для нас единица, это символ того, что это единица, для вас так же единицей является буква А? Да, именно так. Мне очень понравилось, что вы сделали, и опять же, мы, наверное, видели много примеров счета. Ну, вот такого комбинаторного, где нужно, по сути, сначала приучить себя к новой системе исчисления, визуальной, а потом уже работать с ней, это было круто. Спасибо вам. Наталья? Я вот для начала вот так вот. Спасибо. Да, прекрасно. А потом вот так вот. А потом вот так вот, и вот так. И поняла, что, Вишва, вы удивительный человек. Готовимся, идем дальше побеждать. Давайте. Удивляйте нас. Спасибо. Василий Андреевич. Получается, что вы быстро переводили буквы в цифры, вы их тут же складывали, и вы не пользовались счетами, вы не пользовались абакусом. Нет, я не пользовался счетами. Это гораздо сложнее. То есть после этого вы возводили следующую операцию в куб, и потом запоминали эту сумму. Я запоминал не сумму, а числа, возведенные в степень. Да, конечно, вы правы. Как вы запоминали возведенную в степень сумму в виде образов? Каждый номер я перевожу в образ и дальше храню в памяти и соединяю их. Потом вы извлекали их и складывали. Здесь на самом деле было множество операций. Да. Перевести цифры в буквы, сложить, возвести в куб, запомнить. Нет, наоборот, буквы в цифры. Да, буквы в цифры, запомнить эту сумму, потом ее извлечь и сложить. Просто я хотел прояснить, что это на самом деле была очень сложная задача. И вы великолепно с ней справились. Это удивительно. Спасибо. Вишвар Аджакумар, вы удивительный человек. Спасибо. И мы вас с этим поздравляем. Ну и, разумеется, в финале встретимся. Вот придется ли Вишвер Аджакумару искать сумму слова «финал», это мы совсем скоро узнаем. А пока продолжаем удивляться. Многие участники нашего проекта буквально гипнотизируют людей своими талантами. Но сейчас к нам пришли те, для кого гипноз и есть основной талант. Встречаем Максима Котова и Григория Горбатько. Здравствуйте. Меня зовут Максим Котов. Меня зовут Григорий Горбатько. Мы гипнотизеры. И мы в гипнозе уже больше 10 лет. Гипноз – это не суперспособность, не какой-то дар. Это приобретенный навык, как умение кататься на велосипеде. Многие люди думают, что они не поддаются гипнозу. На самом деле гипнобиены или внушаемы в той или иной степени все люди. И сегодня мы покажем быстрое погружение в гипнотранс. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Все прекрасно понимают, что гипноза на самом деле не существует. И никто ему никогда в жизни не поддастся. Конечно. Да. Ну, тут как бы и говорить не о чем. Другое дело, как мы будем их разубеждать, а утверждать, стало быть, ту истину, в которой вы убеждены, что все существует, все реально. Те, кто убежден, что гипноза не существует, пускай так и будет. Переубеждать мы никого не будем. Но продемонстрируем. Я думаю, что зрители нам сегодня в этом помогут. Можно ли внушить человеку, что он позабыл все на свете и разучился делать все, что умел до этого? Вот это-то мы сейчас и узнаем с Максимом Котовым и Григорием Горбачко. Страшно. Итак, этап первый. Сейчас Максим и Григорий одновременно проведут два сеанса гипноза. И для этого нам понадобятся как раз два добровольца из зала. Вот там девушка посередине смолдит человека. Вижу руку. Прошу к нам. Друзья, прежде всего аплодисменты нашим добровольцам, которые уже проявили и решительность, и смелость. Как вас зовут? Дарина. Дарина. Денис. Дарина и Денис. Итак, Максим с помощью гипноза внушит им, что вода – это зелье, которое вызывает смех. Вот попробуйте и подтвердите, что это на самом деле обычная вода. до того, как все началось. Вот она, вода. Откройте, отпейте, все по-честному. Обычная вода. Обычная вода. Очень хорошо. Вот теперь у нас на погружение в гипноз и на достижение заявленного эффекта будет ровно 60 секунд. Прошу. Присаживайтесь. Все хорошо. Я сделан глубокий вздох. Поэтому… Просто расслабьтесь. Просто ни о чем не думаем. Просто расслабься. На счет три. На счет три. На счет три. смотрите какой зрительный зал на счет и по 3 2 1 время дарина открываем глаза просыпаемся все хорошо вы что-то почувствовали расслабление а что еще почувствовали не могу объяснить не можете объяснить возьми пожалуйста воду открою вы пожалуйста бутылку с водой смотри на меня даже глоток воды ты начнется просто невероятный истерический смех пробую что смешного еще 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 выпей еще веселее сейчас ты делаешь большой глоток это станет очень-очень смешно вода будет просто выплескивается изо рта кстати попросите воды я смешнее смешнее спать полный положение по наслезая сеглоджи дальше лоджи дальше лоджи дальше спасибо 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 лёгкое расслабление еще раз легкое подвижение вот даже как еще легкое продолжение смотри сейчас ты откроешь глаза и все мои внушения уйдут а будешь здесь и сейчас же начало какой-то очень бред какой-то а я думаю что эксперимент прошел они рассматриваются смеялись самое главное главное они остановиться не могли мы же это наблюдали да по моему заявленный результат действительно на лицо а давайте мы попросим спасибо вам большое за участие дорогие наши гости я хотел показать другие эффекты а я хотел вот именно этот эффект попробовать сейчас я очень давно не смеялся вот у меня водичка есть как раз а спасибо большое денис и дарина меня зовут максим максим очень приятно я прошу вас а смотреть за пальчиками сейчас внимательно за вот этими за пальчиками смотрим внимательно сидим за пальчиками я очень внимательно слышу за пальчиками за всеми пальчиками только за двумя александр я попрошу вас сейчас смотреть за пальчиками представлять что это бабочки и при этом не говорить ни слова три бабочки или две это бабочки да да это бабочки да бабочки бабочки да какой спать какой спать о чем говорить спать сплю давайте заснул встал побежал ну что начинается какая-то здесь слушайте знаете что ребят я объясню что начинается давайте объясните что давайте есть люди гипнабельные есть не гипнабельные сейчас я посмоюсь погрузить в гипноз можно абсолютно любого но на это надо время есть скептики которые не хотят верить в гипноз их погрузить а можно но это долго максимум если а мне дадут два часа у меня здесь получилось потому что что потому что они гипнобельные гипнобельные гип но как там правильно это гипнабельные а этот не гипнабельные так значит это не работает что не работает гипноз работает либо со всеми либо не со всеми а иначе это называется знаете как эффект плацебо вам дают соду и говорят что это супер лекарство 30% людей реально вылечиваются, и это фиксируется, а остальные 60 или там сколько получается, 70? Нет. То есть вы работаете не потому, что вы это умеете делать, а потому что есть люди, которые к этому склонны. Это совершенно разные вещи. Александр Пушной. Суров. Категоричен. Ну что поделаешь, это Александр Пушной. Кроме Александра Пушного у нас же еще есть другие члены жюри, которые, может быть, хотят попробовать что-то. Наталья, можно вас попросить выйти сюда? Ну ладно, я пойду, Саш, пойду проверю обстановку. Наталья, я попрошу вас сесть спиной к зрительному. Наталья, надо Максиму предупредить, Наташа боксер. Поэтому дергать за руку я не буду. Вот-вот. Для вас я приготовил вот этот вот шарик. Я попрошу вас смотреть ровно посередине. Сосредоточиться на этом шарике. Пока они там содержательно общаются, я уточню, что сейчас Наталью заставят потерять дар речи. Наталья натурально забудет, как читать вслух. Теперь представьте, что ваши глаза просто склеились между собой. Я буду считать, и каждый мой счет будет склеивать ваши веки все сильнее и сильнее. Один. Давай еще сильнее. Просто мышцы своих глаз, гопмей, расслабляем. Три. Щелкаю пальцем, глаза открываются. Раз, два, три. Открываем глаза. Как ощущения? Что вы чувствовали? Вы партнера своего загипнотизировали. Посмотрите на него. Почему вы не могли открыть глаза? Я открыла глаза. Я открыла. Когда я сказал, вы открыли глаза, смотрите мне в этот глаз. Сейчас мы попробуем с вами почитать. Вы хорошо читаете? Да. Знаете все буквы? Да. Да. Внимательно читаем. Что написано? Громко. О-Х-А-8-Х-А. Ну, зрительный зал знает это слово? Это пароль от Wi-Fi, что ли, Наталья, прочитала сейчас? Мне когда близко, может быть, я не так читаю, я не знаю. Вы можете, Паташа? Я близко читаю, да. Сама в руки возьми, читайте еще раз. Давайте. Лужники. Лужники. Да нет, ну это какой-то прикол, подожди. Я не знаю, как-то близко мне может быть. Слушай, подожди, подожди, ну можете подать. Я не знаю, близко может быть. Да, можно? Расплывается текст. Да. Что тут написано? Где проблема, там Евгений. Каска. Конечно. А здесь что написано? Это мы так будем очень долго. Каска. Нет, ну это... Давайте мы сейчас перейдем к другому эксперименту. Не-не-не, давайте мы с этим разберемся. Давайте с этим разберемся, короче. Ну просто не, я не хочу, чтобы Наташа, это мой друг, ну как бы это не может быть. Это же хорошо, мы же... Давайте посмотрим. Александр. Ну давайте разберемся. Давайте разберемся. Я вас попрошу сесть, пожалуйста. Давайте разберемся. Давайте разберемся. Я загипнотизирован вами, я не могу. Давайте разберемся. Здесь нас, что и не я, поэтому я попрошу вас. Значит, Пушнова все-таки повело. Только не в ту сторону. Загипнотизирован. Я не могу теперь, понимаете? Подождите. Сами? Не знаю. Нам кажется, что там просто иллюзионный обман. Там вблизи совершенно другие буквы проявляются. Если это так, ответьте, это так. Это так или нет? Ну по-честному. Мы сейчас это все равно проверим. Как? Ну вы нам дадите эту штуку? Нет. Ну почему? А почему я должен вам давать эту штуку? Тогда вопрос. Это имеет отношение к обману оптическому? Это имеет отношение к гипнозу. Да, все понятно. Оптический обман. Я думаю, что на этом мы дальше не будем проводить эксперимент. Я могу со своей стороны только напомнить, что в паре конкретных случаев были прочитаны Натальей совсем не те буквы, которые видели зрители. Вот так вот, близко. Вот причины можно обсуждать отдельно. Вы поймите меня правильно. Вопрос не в том, что вы делаете. Вопрос, как вы это подаете. Если бы вы пришли и сказали, я иллюзионист, я делаю так, что тебе кажется, что ты видишь одни буквы здесь, а на расстоянии они кажутся другими. Это хороший, интересный оптический обман. Классный. И мы бы сказали, что вы действительно удивительные люди. Только не надо нас обманывать. Я не хочу здесь сидеть и представлять из себя человека в жюри, который всему радуется. Это не гипноз, это обман. Понимаете? Мы начинаем играть в скептиков, не давая нам... Секунду! Никто здесь ни в кого не играет. Вы сказали, что она загипетизирована. Покажите мне эту штуку, мне. А вы говорите, я не покажу. Так, получается, я вам перестаю верить? Картинка, давайте посмотреть с буквами. Нет. И общаться тоже не особо приятно. Нет, ну почему? Можете объяснить? Это же нормальный вопрос. Я не хочу вам показывать эту картинку. Почему? Ну, мы уже поняли, почему. Мы уже поняли. Смотрите. Давайте так, я сейчас прошу... Давайте мы... Давайте вы меня не перебивайте. Значит, я прошу правильно меня понять, потому что для меня... Ну, это правда особенный проект, и настолько для меня важно вот это сохранить уровень и вот это качество, что вот такими фокусами, ну, не в ту дверь вы зашли немножко, мне кажется. Так, это понятно. Здесь есть один человек, который внимательно за всем наблюдал с неподражаемой иронической улыбкой, но не проронил ни слова. Василий Андреевич Ключарев, что скажете, профессор? У меня очень разные мысли. Я нейробиолог, и для нейробиологов, конечно, гипноз существует. Как объективное научное явление. Абсолютно объективное научное состояние, внимание, с некоторым потерей контроля за происходящим вокруг. Я думаю, многие, кстати, переживали что-то подобное, когда в кинотеатры погружались в какой-то интересный фильм, и вдруг теряли ощущение реальности. И мы до конца не понимаем, как это работает, но ребята, конечно, сегодня грандиозно провалились. Так просто превращать этот очень непростой сеанс в шоу очень чревато. Нужно чуть-чуть представлять себе аудиторию, которая перед вами находится. Это все-таки и шоу, но это и образовательный проект. В этом смысле грандиозный провал, мне кажется, на очень интересную тему гипноза. Здесь представлены, скажем так, диаметрально противоположные точки зрения, но программа устроена таким образом, что в ней есть и экспертный совет, он же жюри, и высший суд в лице зрителей. Поэтому я просто сразу обязан спросить, то испытание, вернее, это были два разных испытания подряд, которые мы сейчас наблюдали, наши уважаемые участники прошли или не прошли? Максим Котов, Григорий Горбатько. Я вынужден констатировать, что испытание, заявленное в этой программе, вы не прошли. Однако никто действительно не предполагал, что вам удастся нас всех так удивить. Так что в этом смысле вы удивительные люди. Спасибо большое и до встречи в финале этой программы, который совсем скоро. Удастся ли Максиму и Григорию каким-то образом повлиять на голосование зрительское за них и за всех остальных участников? Вот это мы узнаем в самом конце выпуска. Это удивительные люди, мы продолжаем удивляться. АПЛОДИСМЕНТЫ На сегодня это все участники. Скоро они снова поднимутся на эту сцену для зрительского голосования и определения финалиста. Давайте вспомним, чем они нас сегодня удивляли. Ответила на все вопросы про бабочек. Голубое крыло, бабочки, голубянки и кар. Все четыре ответа были абсолютно правильными. АПЛОДИСМЕНТЫ Определил музыкальное произведение по одному инструменту в партитуре Сергей Полиничко. Такое ощущение, что кто-то просто сел на подушку, которая, знаете, ну, немножко дудит. Это Луидж Денса, Фуникули, Фуникуля. Абсолютно точно все определил и блестяще прошел это действительно уникальное испытание. Запомнил цифры и их цвета Владимир Мангатаев. 0,2, 6,3. Цифры – это десятичный код, а цвета – это двоичный код. Два разных мира. Определила все сорта чая Наталья Леликова. Йоэ Гуанбай, белый лунный свет, Китай, провинция Юнань. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно Китай, действительно провинция Юнань. И Наталья на 100% права. Сыграла в теннис и решила все примеры. Ева Григорян. Минус 2573. Ответ. 5762. 5762. И это абсолютно верный ответ. Всеми руками и ногами нарисовал Наталью Рогозину, шохрух Суюнов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! Красиво. Посчитал все буквы в словах и предложениях Вишва Раджакумар. 658. 658. 658. Прошу правильный ответ на экран. Вот они опять все числовые значения. Обалдеть. Ага. И все в точности совпало снова. Попытались загипнотизировать наших экспертов Максим Котов и Григорий Горбатько. Бабочки, бабочки. Спать. Да нет, нет, нет. Какой спать? Какой спать? О чем вы говорите? Спать. Сплю. Давайте. Ага, заснул. Вставай. Встал. Побежал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Совсем скоро мы перейдем к голосованию, друзья. А пока пообщаемся с нашими звездными экспертами. Возможно, они помогут кому-то из зрителей принять окончательное решение. Я поймал себя на мысли, что помимо удивления, мне еще, как это ни странно, интересно такое понятие, как познание. То есть я хочу не только удивляться, а я хочу что-то интересное узнавать. И мне среди всех прекрасных участников, все молодцы, был один участник, при выступлении которого я не только удивлялся тому, что она может, но я очень много интересного узнал. АПЛОДИСМЕНТЫ Догадываюсь о комбовой. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что в финале должна быть Наталья. АПЛОДИСМЕНТЫ Узнали ты от Натальи все много нового. Наталья, я прошу вас. Все хороши, все удивительные. Но мне больше всего понравилась Ариночка с бабочками. И мне еще понравился наш друг из Узбекистана, Шахрух. Я думаю, что если так получится, сложится, он нас удивит еще больше. Евгений, определились? Я благодарен каждому участнику. Сегодня невероятный просто был конкурсный день. Если одного надо выбрать, я выбираю Сергея. Сергей сегодня еще осуществил мою мечту. Я впервые в жизни дирижировал. Ну, будем считать, что ничего личного. Тем не менее, со стороны Евгения Папунаишвили. Василий Андреевич. У меня, конечно, есть два фаорита. Это Ева. Она, мне кажется, может сделать гораздо круче, гораздо больше. Я вообще не вижу каких-то пределов. Мне кажется, ты станешь какой-то суперзвездой. И на самом деле, абсолютное какое-то потрясение дня – это Сергей. Это было невероятно. Теперь я попрошу наших уважаемых зрителей взять в руки пульты. Они у каждого из вас есть. И нажать кнопку с номером вашего фаворита, того, кто удивил вас больше остальных. На сцене только семь участников, но вы можете проголосовать за всех восьмерых, кто принял участие в сегодняшнем выпуске. Я напомню, что в финал пройдет только один из наших участников. Три, два, один. Стоп. Голосование закончено, друзья. И прямо сейчас я сообщу вам его результаты. За Арину Киселеву проголосовало 17,9% наших зрителей. Сергей Полиничко набирает 27,4%. Результат Владимира Мангатаева – 1,7% зрительских голосов. Наталья Леликова набрала 17,1% ваших голосов, дорогие друзья. Еве Григорян наши зрители отдали 9,4% своих голосов. Шохрух Суюнов набрал 12,8%. За Вишву Раджакумара проголосовало 11,1% наших зрителей. И за Максима Котова и Григория Горбатько отдали свои голоса 2,6% наших уважаемых зрителей. Таким образом, результат ясен. И я поздравляю финалиста сегодняшнего выпуска Сергея Полиничко. Остальным не стоит расстраиваться, ведь сегодня вы удивили всю страну. А это дорогого стоит. И это аплодисменты не только маэстро, но и уникальному коллективу, который он создал, российскому роговому оркестру. Сегодня мы опять убедились в безграничности возможностей человека. И продолжим наши исследования в новых выпусках. Увидимся на телеканале «Россия». До встречи. Удивительной вам недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...